как мы в эфире привет анастасия последний наш стрим закончился тем что у тебя разрядился телефон у меня как бы телефон тоже не разрядится почему потому что у меня тоже от сети работает давай все-таки сделаем сегодня стрим более короткий не так длинно чтобы это было да и обсудим любую тему которую ты предложишь если не предложишь я предложу как бы не сложно давай да давай ты я давай может совместно что-нибудь что у тебя на душе смотри у меня на душе ровно и спокойно это как бы вот чтобы понимать я так понимаю ну по нашей переписке у тебя что-то неспокойно может быть об этом хочешь поговорить но не конкретно себе о том что тебя беспокоит это же как-то лично это так у я сейчас начну долго разговаривать о настроении моих недосыпах это никому не интересно как прошлый эфир увенчался все было прикольно до как бы его нужно смотреть отматывать вперед 30 минут там где я не о себе говорю уже конструктив начинается какой-то а так это это не интересно хорошо давай тогда предложу такую маленькую тему насчет кому принадлежит ребенок вот у женщин позиция такая что как бы ребенок он общий да то есть это он принадлежит и мужчине и женщине но я с этим не могу согласиться потому что в конечном итоге ребенок еще не родившись принадлежит ей мужчине он никогда не подлежит почему потому что от вот скажем так от мужчины ничего не зависит будет ребенок не будет ребенок с кем он останется и так далее вот как ты считаешь начну с последнего в смысле не зависит будет ли он или не будет ты про то что в итоге девушка женщина распоряжается развивать внутри себя жизнь или не развивать или про что я понятно в том числе про это ну допустим вот я допустим хочу ребенка да а если вторая половина не хочет ребенка будет ребенок или нет нет не будет не будет хорошо если вторая половина хочет ребенка а я не хочу ребенка будет ребенок или нет он будет он будет потому что она этого да то есть как ни крути это исключительно желание женщины правильно мы сейчас говорим о том что уже случилось уже оплодотворение произошло и здесь она решает и ну то есть развивать беременность дальше или прерывать ее правильно это же не мы не говорим о том что слушай я хочу я требую а я не хочу и но мы же не о насилии говорим не я говорю о том что в целом что женщина сама решает будьте у нее ребенок уже каким образом он зачался там по пьяни либо пожеланию либо еще как-то в любом случае это решение женщины она определяет будет ребенок дальше либо не будет в глобальных масштабах да конечно это же ее тело и организм и ее время в первую очередь конечно да она определяет будет или нет тогда может быть правильное определение говорить что вот этот ребенок от этого мужчины они вот этот ребенок этого мужчины немножко не понимаю как бы в зачатии ребенка участвуют ведь двое понятное дело что от этого мужчины но ты сейчас просто этой фразой отрекаешься от своего ребенка ключевое слово от своего ребенка так вот я хочу понять когда он стал моим он твой все он твой это ваш ребенок но решение быть этому ребенку развиваться в организме женщины или не развиваться давать ему жизнь решает женщина естественно со своим мужчиной естественно ну нормально она не будет оставлять беременность если она не чувствует внутренней какой-то своей опоры безопасности если у нее базовые потребности не закрыты но это как из серии плодить непонятно что непонятно на кого кому зачем так безответственно относиться если все договорено если все замечательно есть уверенности и понимание что этот ребенок действительно нужен этой семье не ей отдельно или ему отдельно наследника или там наследницу этот ребенок рожден в семье и все тогда счастливы и и все хорошо и там нет вообще там не стоит вопрос твой мой это наш общий ребенок общий ребенок но ты сейчас больше говоришь о мотивах пока как по которым женщина решает оставлять ребенка рожать не рожать и так далее то есть это мотивы это важно для женщины да она определяет может она себе позволить для чего она рожает для того чтобы допустим удержать мужчину либо там еще что-то это мотивы я сейчас говорю о том что если здоровье да но это естественно понятно что не каждая женщина может родить и не каждый скажем так получается это сделать там вопрос не в этом вопрос в том что все таки ребенок он от мужчины или это ребенок мужчины это также ребенок мужчина поэтому я спрашиваю с какого момента этот ребенок мужчины момента когда они легли в постели и и у них случилась любовь смотри до этого мы говорили о том что мужчина в этом не принимает никакой участия он не решает будет ребенок или нет поверь большинство мужчин ложится в постель вообще без этих мыслей это плохо это плохо что вы так делаете мужчины секс существует помимо размножения еще для удовольствия мне кажется это нормальная ситуация когда скажем так даже дельфины вступают в секс для того чтобы получить удовольствие они для того чтобы народить там сотни детей дельфины и свиньи получают удовольствие только ради оргазма занимаются сексом они ради ну люди еще тоже вот я тебе честно скажу что там девяносто девять запятая там сколько-то процентов я занимался ради удовольствия потому что если бы каждый мой секс заканчивался детьми это было бы кошмар перенаселение и так далее сексом ради удовольствия но ты думал о последствиях ты думал о средствах предохранения себя в первую очередь ее от этой беременности нежелательно потому что ты же занимался ради удовольствия они ради продолжения по большому счету я понял да по большому счету конечно я думал но не в той степени в которой я думаю как должна думать женщина потому что это от нее зависит будет ребенок или нет я могу все что угодно думать я могу даже предохраняться но даже может быть это не спасти если женщина сильно захочет ребенок ребенка она может кое-что сделать для того чтобы как виться ну там услугая что-то порвалось и так далее обмануть и так далее да и что угодно можно сделать ну вот я об этом и зачем это нужно девушке ну почему не разделить эту обязанность пополам то есть и ты несешь ответственность и она несет ответственность за опять-таки предохранение но раз уж так случилось раз уж так связаны сошлись и господь не уберег то уже тут делите опять же говорю эту ответственность пополам и нет такого что ребенок твой мой если она его не оставляет она делает прерывание это же колоссальный удар по здоровью женщины она этого хотела нет она этого не хотела она придет к тебе и задаст тебе определенный ряд вопросов какого хера гриша ты вот это вот сделал со мной давай ко мне теперь вот и на лекарства и на врачей и все подряд поэтому ответственность никто не отменял и с мужской стороны и женской стороны речь только об этом хорошо если женщина предохраняется там пьет соответствующие таблетки там может быть там спираль поставлена все что угодно то есть куча методов это защиты от нежелательной беременности но мужчина может так сказать понимая все это понимаю что зачатие невозможно но женщина накануне может умышленно там снять перестать ну спираль снять таблетки перестать употреблять мужчина даже не будет знать он может продолжать заниматься тем чем он занимался и в итоге будет беременность и потом конечно можно завиноватить человека обвинить что ты там что-то там не так сделал я считаю что если это организм женщины если она за него отвечает более того от только от нее зависит решение будет ребенок или нет желаемый он для нее или нет потому что как мы определили изначально что желание мужчины здесь по большому счету не имеет значения даже если он не будет хотеть ребенок будет вопрос уже о том как это повлияет на семейные отношения только то есть останется мужчина в семье будет он любить ребенка который родиться или нет это другой вопрос вопрос то что женщина рожает для себя а если женщина рожает для себя она это делает от кого-то естественно у нас скажем так процессы биологические такие что женщина не может сама от себя забеременеть соответственно беремене от мужчины так в данном случае мужчина все-таки скажем так тот самец которого конечно можно обвинить что он там во время что-то не вытащил, что-то не сделал, ну, завиноватить. Но в любом случае он объект для того, чтобы взять от него определенный биоматериал и оплодотворить женщину. Так или не так? Это самая настоящая подстава, это подлость. И здесь ответственность, конечно же, ложится исключительно на совести, к сожалению. На совести, потому что закон выступит против этого человека, против мужика в данном случае. К сожалению, для мужчины, к сожалению, да, к совести призывать только вот эту вот даму, которая так подло поступила. Ну, это уже ее мотивы. Хорошо, а вот мы рассмотрим идеальный случай, когда мужчина хочет, просит женщину, и женщина согласна, все, вместе они делают ребенка, ребенок есть, все. Здесь можно относительно считать, что ребенок совместный, друг дружке он принадлежит, все вкладываются. Но наступает какой-то момент, ну, неважно по какой причине, семья рушится. И, как правило, в 99% ребенок остается с женщиной. Ну, если она, конечно, не психбольная, не алкоголичка, не наркоманка, суд в любом случае оставит с ней, независимо от материального положения и тому подобное. Так вот, в этот момент уже чей ребенок? Понятно, что он изначально не принадлежил мужчине, а здесь он, как бы, получается, что ребенок от него, но вроде уже и не его, потому что он уже не может на него никак влиять. Почему? Потому что, как правило, когда семья распадается, они могут жить в разных городах, вплоть до того, что в разных странах, и общение, как правило, это вот воскресный папа, максимум, что может человек прийти, так сказать, подарки принести и свалить, больше не мешай. Причем ребенок делается уже как средство манипуляции бывшим супругам и так далее. И вообще я сторонник того, что если произошла такая ситуация по жизни, да, ну, развалилась семья, вот этот мужчина, так называемый отец, он не должен лезть уже в чужую семью. Потому что, вот, допустим, будь я на месте того человека, я объясню, будь я на месте того человека, мне бы неприятно, чтобы к моей, допустим, жене приходил какой-то бывший, там, что-то, вот это вот все какие-то непонятные вещи. Почему у нее жизнь прекращается? Я говорю о том, что мне бы было это не очень комфортно, а очень приятно, что если бы мужчины, бывшие там какие-то, возле нее создавали какой-то хоровод, мне это неприятно. Это к разговору о том, что вот тебе не нравится аббревиатура РСП. Ага, не нравится. Не нравится. Ну, она всем женщинам не нравится, да. Вот я говорю о том, что я сторонник того, что если произошла такая ситуация, что женщина по своей инициативе ушла из семьи, наплевав на то, что у отца есть родной, в смысле у ребенка есть родной отец и так далее, если она совершила это, она должна нести соответствующую ответственность, в том числе и финансовую, потому что это сугубо ее решение, и, соответственно, здесь получается уже вешать элементные обязанности, там, еще какие-то обязанности, моральные и тому подобное, на такого мужчину нельзя. Он не рушил семью, он не совершал тех действий, в которых его могут обвинять. Но папой ты-то остаешься? К сожалению, нет. Я же говорю, папой можно оставаться, чисто вот делать какую-то реанимацию несуществующих отношений, в том числе между отцом, допустим, и ребенком. Да, я говорю, можно быть воскресным папой. Приезжать, все. То есть на тебя в любом случае будут смотреть как на объект. Будешь стимулировать именно рефлекс у ребенка, в том числе, о том, что вот ты приехал с подарками, тебя будут встречать как вот, как подарок. Ну, потому что обычно так заканчивается. Ребенок, когда и папа долго ребенка не видели, естественно, он приезжает. Ну, естественно, не у каждого есть возможность каждый день видеться с ребенком. Разное бывает. Даже можно жить примерно в том же самом городе, либо в соседнем городе, но невозможно как бы каждый день к нему приезжать. Да я еще раз говорю, никому не понравится вот это вот постоянное влезание в чужую семью. Сразу говорю, что женщина будет, если ей что-то не понравится, она будет жестко ограничивать. Даже если она увидит, что ребенок начинает любить своего вот этого воскресного папу, к нему там тянуться и тому подобное, она это будет пресекать в корню. Почему? Ну, если ты говоришь про неадекватную какую-то женщину, конечно, да, у нее будут на то свои мотивы, чтобы пресекать. Адекватная женщина, которая хочет оставить, да, она по каким-то там причинам разрушилась семья, ушла сама, еще что-то, но понимание того, что у тебя осталась мама, да, у нас нет той классической семьи, да, в классическом понимании, но у тебя есть я, твоя мама, у тебя есть твой папа, да, по таким причинам, ну, не можем мы сейчас проживать на одной крыше, ну, папа есть, папа тебя любит, он тебя ни в коем случае не бросил. Другой момент, если он действительно бросил, и вот, как отчасти ты говоришь, нет, я согласна, да, в разные города, нет возможности каждый день видеться, но в любом случае, да, ассоциация у ребенка первое время, пока он маленький, будет счастье, радость, папа подарки принес, от этого ты никуда не денешься. Но в любом случае, я считаю, если папа, если хочет остаться папой для ребенка, он им и будет, и дальше, и сквозь города, и сквозь года, это будет поддержка, это будет связь какая-никакая, отец будет при любых обстоятельствах, какое бы там расстояние, и новая семья мамы, это никак не должно влиять. Опять-таки тут в большей степени, как женщина, мудро, просто ненавижу слово мудрость, я вообще не хочу никому ее применять, но здесь, наверное, та самая мудрость, которая должна все-таки быть в женщине, которая объяснит правильно своему ребенку, а в первую очередь сама себе, что ну как бы, какого черта, кто я такая, чтобы лишать своего ребенка, его же отца. Опять-таки, если мы говорим о полноценных, зрелых, адекватных личностях, а если там папаша какой-то, психопат, абьюзер, ненормальный, конечно же, любая мать, как и любой отец, будет ограничивать своего ребенка, свою кровиночку от какого-либо общения и контакта с этим человеком, потому что вот это травля, настройка, мама сука, мама там шлюха, развалила семью, зачем это надо? Дети потом приходят и начинают, а папа сказал, мама, вот ты плохая, ну зачем это надо, зачем это травля? Папа идеальный, папа самый лучший, просто он не с нами, так же и мама, мама самая лучшая, все хорошо, как бы, зачем терроризировать детей, зачем у них вызывать вот это вот отторжение к своим же близким людям, к своим же родителям, к своим же создателям, вот, людей, вот это вот, как, господи, смешивают, вот так же дети, дети и взрослые проблемы, вот этот семейный, эмоциональный инцест, я вот этого не приемлю, и от этого детей нужно ограждать, нужно четко разделять, родителями вы все равно остаетесь, ты папа, она мама, он ребенок, а то, что он там бегает, и папа, подарки, ну, это возраст такой, это нормально, ты от этого никуда не убежишь, зато, если пацан там, девчонка, напитываются правильными моральными ценностями, им постоянно внушается, в правильном смысле, что папа хороший, папа есть, папа это тире забота, папа это твоя семья, то по достижению ребенка, может, какого-то такого, более-менее зрелого возраста, ребенок сам будет тянуться, и организовывать встречи, и сам звонить, и, ну, то есть, я думаю, тут объяснение никак не будет. Понятно. Ты видела, часто видела, когда идет развод, что люди с обеих сторон адекватные? Да, редко, редко, ну, конечно, редко. Но мы должны понимать, что если идет вот эта ситуация развода, неважно, по чьей вине, там, по мужчине, по чьей инициативе, в любом случае, идут жесткие разборки. И говорить про адекватность, мне кажется, здесь вообще, ну, как-то нельзя. Очень редкие люди, которые, скажем так, по-хорошему, по-нормальному, по-мирному расходятся, там, решают какие-то финансовые вопросы, там, вопросы ребенка и так далее. Убрать ребенка. Можно скуплиться по поводу, там, дележки имущества, сколько угодно, но убрать хотя бы ребенка из цепочки, вот это вот, и манипулировать им, это очень важно, об этом никто, конечно, не задумывается. Я понимаю, ты признаешь тот факт, что ребенок для женщины, это самое главное, и это самый сильный инструмент воздействия, в том числе на бывшего мужчину, в плане манипуляции, в плане отомстить и так далее. Опять-таки, смотря о какой женщине мы говорим. Женщина, которая разводится, она уже в принципе, как и мужчина, возможно, я сейчас не буду говорить, там, кто конкретно виноват, они уже неадекватные, они уже мстят друг другу, они уже хотят друг другу сделать больно, они уже применяют ребенка в качестве инструмента, то есть они позволяют ругаться при ребенке и так далее. Они позволяют при ребенке говорить, что вот папа плохой, там он то-то-то, мама там, допустим, тоже плохая, там то-то-то. Я говорю о том, что как раз, когда вот это происходит, это неадекватность. Неадекватность. Согласна. Ну, просто, если мы говорим, вот ты просто затронул тему, женщина, да, инициатором стала развода, опять-таки, причины есть разные. Да какая причина на самом деле тысяча, и, ну, как бы, не нам судить, понимаешь, девушке там не хватило какой-то там внимания, мимолетная влюбленность. Ушла, но она была честна с собой в первую очередь. Она ответила себе честно на вопросы. Я несчастлива с этим человеком, подошла к своему Ваське Петь и сказала ему, Вась, я тебя не люблю больше, все, мы расходимся. Все, разделились поровну, ни в чем детей своих не ущемили, без скандалов, без ничего, тихо, мирно разошлись. И тут никакой речи о манипуляции не должно быть. А когда, опять-таки, есть, зачастую это же не все просто так, да, от собственной честности мы уходим друг от друга. Нет, это всегда подводные камни, груз обид, обоюдных претензий, каких-то там измен, прочие чепухи, и потом вот это вот начинается. Здесь уже невозможно не вовлечь, потому что начинаются скандалы, вот эти вот бытовые, и дети это все видят, и вот эта грязь начинается и вовлечение, и манипуляции, и там уже волей-неволей получается так, что я сегодня с ребенком, а какого хера ты с ребенком? Нет, он будет со мной сегодня, и понеслась, как говорится. Так ты мне скажи, вот женщина уходит, вот ты говоришь, она разлюбила, там какой-то бздык, еще что-то, то есть она уходит, она получает, то есть вот была семья, да, вот семья уже разрушилась, и женщина уже как минимум уходит с подарком, да, то есть уже с плюсом, то есть она уходит с ребенком, это же плюс, правильно? Ну с ребенком, ну, это то, в чем она поучаствовала, это то, да, я тоже, допустим, поучаствовал, но почему-то она уходит с ребенком, то есть ей дают ребенка, не мне дают, понятно, ребенка пополам не разорвешь, но если она уходит с ребенком, кто кому должен платить элементы? По-моему, она должна платить мне элементы, за то, что компенсировать тот ущерб, который я понес, ну, это ее сугубо решение было, здесь вопрос не стоит о содержании ребенка, потому что это абсолютно другой вопрос, речь идет о том, что при равных, вот у нас было все совместное, в том числе совместный ребенок, если ей что-то передается, значит мне должно что-то другое оставаться, то есть если она забирает ребенка, значит она должна компенсировать, то, что у меня нету, а у меня нету ребенка, а тут получается как, она забирает и ребенка, и потом еще доит всю жизнь, ну не всю жизнь, там допустим 18 лет доит человека, который ничего не имеет, у него все забрали, и он еще платит за то, что у него забрали, это как-то немножечко странно, женщина, которая... А как ты ничего не имеешь, ты же имеешь ребенка, он никуда не делся, он же... Как никуда не делся, я же говорю, ребенка забрали, все, максимум, что я могу сделать, через суд, скажем так, график общения с ребенком добиться, но мы прекрасно знаем, как у нас исполняется решение судов, да плевать ей на график общения с ребенком, на судебное решение, никакой пристав не придет, не заставит ребенка общаться по этому графику, заболел, там температурка, там все что угодно, мы уехали, мы же прекрасно знаем, что это неисполнимо, мы прекрасно знаем, что мужчина после того, как идет развод, теряет, фактически теряет ребенка, и дальше только зависит от отношений женщины и мужчины, если они построят более-менее какие-то человеческие отношения, будет продолжаться общение с ребенком отца, если он этого захочет, если женщина не захочет, будь ты золотым, бриллиантовым мужчиной, там, папой любящим, ты не сможешь сделать ничего, сколько таких историй, когда мужчины проходят огонь и воду, даже выигрывают суды, там, через верховный суд и тому подобное, но все равно они не могут получить именно того, минимального общения с ребенком. Это уже вопросы к нашему законодательству, и почему конкретно так у нас судебная система устроена, законодательная точнее, почему вот так вот, точно не ко мне конкретно, если ты говоришь о вот этих непримиримых, неадекватных людях, которые, ну, никак, к сожалению, не могут договориться. Ты мне скажи, кто кому должен платить элементы? Вот семья, есть общий ребенок. Ну, мужчина, конечно, ну, что ты от меня хочешь чувствуешь? Мужчина, мужчина должен, все, я буду говорить только так, мужчина должен, потому что сейчас вот ты говоришь, почему у меня лишили, забрали, ну, что у тебя забрали, говно, пеленки, и крики у тебя забрали, да ты не выдержишь, ну, ты не выдержишь, вот, например, у меня муж, вот послушай, сейчас завесу своей личной жизни открою, у меня муж, ребенок начинает пакать, она безумно его любит, просто вот, любовь неимоверная, она не слезает с рук. Я говорю, вот так с ней не надо, не надо ее баловать, не надо ходить с ней везде, куда она тебя зовет, куда она тебя тащит, немножко, немножко воспитания, немножко нужно включить здесь, немножко логики, понимаешь, блин, мысль потеряла, сука, к чему я это говорю, а, к тому, что, понимаешь, он хочет ей угодить, чтобы она не плакала, она начинает плакать, начинает плакать, ну, все слышали, да, детский плач, это даже наукой доказано, что только женщина способна выдержать вот эти вот крики, вот эти децибелы детские, особенно своего ребенка, мужчина, ну, не может, и вот я наблюдаю такую картину, он не может слышать, он не может, он начинает сразу ее брать навыки, идти, бежать с ней на край света, а меня это дико бесит, потому что, ну, типа, как, как ты не можешь понять, что сейчас она тобой манипулирует, она маленькая девочка, нужно, чтобы она перекричала, переплакала, я это говорю к тому, как устроена мужская психика, вы не выдерживаете того, что выдерживает, к сожалению или к счастью, наша женская природа, поэтому, когда вот кричат, мне ребенка забрали, да вам дать этого ребенка, этого малыша, вы охуеете, вот серьезно, вы его просто принесете, вот так, блядь, обратно, через два дня, это тоже, я уверена, было, не было у тебя в твоей практике, но такое тоже есть, больше всех орали, заберу, заберу, забрал, а потом, блядь, отдал, или чаще всего, они же не себе забирают, они приносят для своей мамки, и вот эта вот свекровь сидит с ними, ебется, не знает, что делать, а другой вопрос, когда она тебе уже доплюнтит, вообще, я не знаю, вы круто, охеренно устроились, вам родили ребенка, вам продолжение рода сделали, вашу маленькую симпатичную копию, которая бегает, орет, папочка любимый, там, все круто, классно, вы приезжаете, вы вообще на охеренных условиях, в любой момент можете забрать, это я говорю о адекватных отношениях между бывшими, когда они позволяют, это один процент, мы говорим об одном проценте, естественно, тут у папы, у взрослого мужчины, да, у него не возникает вопрос, а с чего я тебе должен алименты платить, во-первых, это не мне, вот это вот нужно тоже строго, а кому? твоему ребенку, потому что он так же хочет кушать, он так же нужен, доказательства, во-первых, а во-вторых, почему я должен платить за ребенка, которого у меня нет? Вопрос же стоит в этом. Он никуда не делся, он никуда не делся. Потому что у нас больше, наверное, обращают внимание на физиологию и действительно истинную природу, где мужчина просто физически, он не сможет быть с ребенком, и это вполне себе объяснимо. Есть примеры, их масса, вы не сможете, просто потому что в этом вопросе вы будете слабее, вы не выдержите. Это не ваше прерогативо. Прерогатива воспитания маленького ребенка это женщина. Что? Почему слабее? Вот у тебя изначально позиция такая, что мужчина это какое-то, ну, низшее существо. Давай вот я тебе прямо скажу. Почему? Просто у каждого свое предназначение. Вот свое предназначение и у нас предназначение. Своя, у нас своя. Смотри, давай я мысль закончу. Ну, как бы то, что я слышу, я вижу в твоих видео, в твоих речах. В любом случае, у тебя отношение к мужчинам, что это другое предназначение, но оно более такое низкое. То есть, мужчины созданы для вас. Вы богини, а мы, скажем так, вот эти вот муравьи, да, вот как там в каком-то ролике говоришь про матка, там то-то, то-то. То есть, вы вот рожаете вот этих куколок, да, а мы, как говорится, там рабочие муравьи, муравьи там, воины и так далее. Вот вы должны вот вас обслуживать, да, вот мы муравейник. Но я тебе открою секрет, как бы понятно, что есть какие-то аналогии, там, волчья стая, львиный прайд, насекомые, все это как бы присутствует, но не до такой степени утрировано. Ты правильно говоришь, когда мужчина не может переносить вот эти звуки, да, женскую истерику, плач ребенка, да, это инструменты для манипуляции. Но умный мужчина видит это все, и он может это легко пресечь, поверь мне. Ребенок... Умный мужчина, я тебе сейчас дам двухлетнего ребенка, что ты с ним будешь делать? Скажи, по рыночной цене ты охуеешь просто нанимать себе домработницу, сиделку, няньку, повара, ну, тебе просто, к сожалению, не позволит, скорее всего. Но ты на данный момент уходишь от темы, не дав мне закончить мысль. Соответственно, я ее потерял, потому что я ее потерял. Ну, раз ты перешла на эту тему, я еще раз обращаю внимание, что женщина уходит, смотри... Мужчина может знать, как с этим справиться. Вот как ты с этим справишься? Давай я буду заканчивать мысли, а потом буду возвращаться, иначе будет балаган. Вот, если ты меня уже отвлекла, я тебе просто отвечу на этот момент. Если женщина уходит, уходит, она уходит из семьи, рушит семью, говорить о том, что сколько стоят пеленки и тому подобное, это как бы, ну, глупо. Женщина, когда совершает... Послушай меня, когда женщина совершает такое действие, такой поступок, она берет на себя ответственность о том, что она уходит, как правило, к кому-то. Значит, того оленя, которого она нашла, она думает, что он будет ее содержать. Понятно, что он поматросил и бросил, и так далее. Ну, женщина должна понимать, что руша то, что уже есть, пускай маленькая, пускай там мужчина работает только на одной работе, там, и небольшую зарплату получает, но на пеленки хватает, но она-то хочет больше, вот ей поманили там из какого-нибудь условного Мерседеса, она все бросилась, так сказать, на, ну, на богатость, на то, что возможность покупать, там, более лучшие пеленки. Это я вот отвлекся. Просто я говорю, я потерял мысль, о чем я говорил. На тот моменте, когда я тебя прервала, перебила, извини, ты говорила о том, что взрослый мужчина самостоятельно знает, что делать с этим ребенком и как относиться к манипуляции. Давай я продолжу мысль. Смотри, суть заключается в том, что умный мужчина видит эти все манипуляции. Поверь мне, не нужно относиться к мужчинам, что они глупые. Да, у них свое мышление. У них, кстати, мышление очень логичное. У них отсутствует страх. У них отсутствует, ну, относительно, понятно, что у любого человека существует страх. Ну, это сравнивать, если с женщинами. Женщины более, скажем так, существа, которые трезво смотрят на жизнь. Реалистично. Мужчины более авантюристы. То есть, они могут жертвовать собой. и тому подобное. То есть, у них не так развиты вот эти чувства самосохранения. Ну, то есть, войны, условно говоря. Женщина, она, естественно, видит вот в этих людях как бы как способ манипуляции, чтобы создать с помощью них вот этот вот комфорт для семьи и так далее. То есть, она в любом случае всегда исторически будет рассматривать нас как некий ресурс. Вопрос о том, любит она нас, не любит, это уже как бы, ну, если повезет, она нас любит. Ну, опять же, это, на мой взгляд, что такое любовь? Это все временное явление, которое для женщины не существует. Скорее всего, любовь существует только для мужчин, которые любят женщину. Они вот к этой, условно говоря, матке, как бы как-то привыкают там на химическом там уровне, на каком угодно. у женщин такого нету. То есть, она вот в конечном итоге все равно, у нее как бы вот эти вот гены работают по принципу, то если она не видит в человеке вот этот вот ресурс и тому подобное, включаются какие-то механизмы, которые начинают делать отторжение. Она начинает разлюбливать этого человека. То есть, это не от того, что он плохой, это от того, что вот, гены говорят о том, что не надо в нем видеть любовь. Ясно. Как-то так. Это сложно. Все однобоко. Понятно. Ты говоришь, разрушила семью. Вопрос. Почему она разрушила семью? Почему мы это называем разрушила семью? Она ответила себе честно на вопрос. Она не хочет передавать в первую очередь ни себя, ни этого человека. Все бывает в жизни. кто вообще сказал, что люди не влюбляются? Кто вообще сказал, что брак на один раз? Да, бывают исключения. Я рада, что так бывает. Но бывают непредсказуемые моменты, когда женщину по той или иной причине, а может быть, и не было на то причин, она просто действительно влюбилась. Это любовь всей ее жизни. Она встретила ее в пятерочке, условно, или мусор выносила. Все. Она ответила себе на вопрос. Она не хочет больше быть со своим мужчиной. Она набралась смелости, имеет смелость, и поверила очень много. Вот тебе порог, там дверь или как, и пинок под зад, и все. Все. Вопросов нету. Влюбилась, до свидания. В дальнее плавание. Я хочу сказать, сказать, признаться себе и своему партнеру, что больше нет этой самой семьи, больше нет симпатии, больше нет любви, и покинуть эти отношения. Не разрушить, а покинуть. Потому что у нас мужчина, они же тоже там, они себя не любят обманывать. Если потянула налево, значит потянула налево. Они не будут сидеть и думать ради семьи, потому что жена, это неправильно. Нет, они не обманывают свои чувства, они пиздуют налево, направо, куда им угодно. Но только они не находят в себе смелость признаться и покинуть эти отношения, выйти из этих отношений. Там начинается все то, о чем ты мне сейчас описываешь. Пошла, вышла, не нравится, вышла. Так и ты ему скажи, пошел нахуй, вышел, блять, вещи свои собрал и вышел. Нет, начинается дележка вплоть до трусов. Это мы просто говорим о конченных людях. Люди взрослые, которые смелые, которые могут себе ответить честно на вопрос и признаться своему мужчине, по какой причине они хотят завершить эти отношения. Это крутые люди, им почет и уважение. Потому что счастья никакого и адекватного ребенка с адекватной психикой они не взрастят в семье, где мама не любит папу. Это абсолютный факт. Поэтому ушла, тире не значит разрушила. Что ты еще говорил, что я хотела сказать, боже мой. Последнее твоего, предпоследнее. О чем ты там говорила? Давай я прокомментирую то, что ты сказала. Вот смотри, для тебя покинуло и разрушило это разные вещи. Для меня это абсолютно одинаковое. Женщина, которая ушла из семьи, из семьи, разрушила семью. что значит покинуло. Мне непонятно термин покинуло. То есть для тебя это нормально. Послушай, давай я как бы я слушал тебя, не перебивал, давай я мысль все-таки буду заканчивать. То есть женщина, которая ну сегодня влюбилась, но это же ее право завтра влюбилась. И ребенок смотрит на это. Сегодня Вася два месяца ее ебал, потом значит Коля три месяца ебал, потом еще кто-то. Понимаешь, то есть это нормально. То есть вот у нее любовь, у нее каждый раз свои гормоны там играют. То есть это нормально. Я считаю, что это не совсем нормально. Женщина, которая меняет своих партнеров только потому, что ей так хочется и не думает о других, в том числе о своей второй половине, о своем ребенке и тому подобное. Я понимаю, что можно, скажем так, вестись на поводу похоти, там люблю-не люблю, встретила в пятерочке, мусор выносила, так сказать, мачо подошел, там сказать, голосом каким-то пробурчал, все, там затряслись ручки, попал в нужную стадию месячную и тому подобное. Гормончик стрельнул и тому подобное. Можно и в подъезде переспать. Вопросов нету. Но только даже у женщины должен все-таки быть мозг. Она должна все-таки включать, что люблю-не люблю, ромашка, там сказать, листик вправо, листик влево. Все-таки не тот случай, когда есть ребенок. Ради бога, нет ребенка, разлюбила, ну тебе нравится по хуям скакать, пошла нахуй, да и все, вопросов нет никаких. Но если ты, дорогая, завела ребенка в этом семье, и не надо говорить о том, что мужчина, якобы какой-то там не такой, абьюзер и тому подобное, ты когда делала ребенка, ты прекрасно видела, во-первых, за кого ты выходила замуж, с кем ты делала ребенка. Не надо переваливать ответственность, чужую, точнее, свою ответственность на другого человека. Ты уходишь из семьи с ребенком, вот теперь и нести ей дальше ответственность, материальную, моральную, какую угодно. Почему? Потому что ребенок теперь с тобой. Не хочешь этого делать, оставь ты этого ребенка отцу. Это уже не твои проблемы будут. Справится он, не справится, как он там переносит и тому подобное. Поверь мне, мужчины справляются, когда остаются с ними дети. Все нормально будет. Не надо как бы так вот думать, что вы такие прям пипец мамаши, которые можно, я не знаю, там памятник ставить только за то, что я как бы сородила. Кошки тоже рожают и не по одному котенку, блядь, и по два раза в год. И что теперь дальше? Вов, хорошо, ну ты тоже, я не знаю, завез, и ты очень однобоком мыслишь. Я хотя бы и в ту и в ту позицию становлюсь, и за наших, и за ваших. А у тебя сразу по хуям пошло скакать. Тоже мне не ясно, не хочу... Пускай не сразу, постепенно, через раз, вот так вот. Не мы говорим не про каких-то шаболт конченых, там, я это все понимаю, я понимаю, о чем ты говоришь, но я немножко не про это говорила. Не немножко, а вообще не про это говорила. Я про то, что не надо себя обманывать. И там, где тебе плохо, я же не рассмотрела ситуацию, где он ее реально абьюзил, там, и, возможно, и насилие было в семье, и где действительно для ребенка будет лучше. И самое правильное решение, безопасное, которое примет девушка, это выйти нахуй из этой семьи, разрушить ее, выйти, как я сказала, там, тебе не понравилось, прекратить все это безобразие, и так будет действительно лучше. Вот. И у меня к тебе вопрос, а почему же тогда те папы в твоем лице, скажем так, да, которые безумно хотели бы быть со своими детьми, воспитывать их ко всему готовы, и вот забрали у вас ваших детей, почему вы не забираете их, почему вы не судитесь, почему вы не оббиваете пороги там судов, почему вы не забираете своих детей, почему все-таки 95, сколько я, 95, почему в этих жестких процентных соотношениях никто не усирается и не бежит забирать своих детей у этих сук-мамаш-пидорасок-шлушек, почему же вы оставляете тогда своих кровинок вот с ними, почему, если по суду, если действительно есть такая право, я понимаю, давай сделаем так, я буду отвечать на вопросы, формулирую их как бы, ну, по возможности, ну, коротко, потому что я услышал, иначе я потом забываю, о чем ты спрашивала. Хорошо, хорошо. И интернет что-то виснет у тебя прям нереально, ну, ладно, будем надеяться, что, ну, виснет, видишь, да, у тебя там подергивается. Нет, кстати, у меня пока наоборот. Не знаю, может, это у меня что-то с интернетом. Ну, ладно, значит, отвечаю на твой вопрос. Да, вот как раз с точностью да наоборот. Вот, вот эти мужчины, они судятся, и все остальное, и с ребенком малюткой остаются. А какой процент это делает? Я не знаю, какой это процент делал, я знаю то, что есть, ну, хорошо. А вот такое оставляет его. Пускай будет так, потому что многие мужчины понимают вот эту безысходность, они понимают, что бесполезно. Но те мужчины, с которыми я сталкивался, которые ко мне обращались по консультации по семейным этим делам, там, о разводе, о дележе ребенка, все они, абсолютно все они хотели оставить ребенка и прошли все, в том числе и обжалование вышестоящих инстанций. И поверь мне, бывают такие случаи, что у мужчины остается ребенок, жена умерла, там еще что-то произошло, бывает такое, поверь мне, они все нормально справляются, и с грудничками, и так далее, поверь мне, это так. это единица. Да это не единица, там нет такого, нету такого, что не справится, что думаешь, я не справлюсь с памперсом, или еще что-то, ну как-то, ну что за глупости, ну, ну как, нет, ну что-то, ну как это, нет. Я тебе говорю серьезно, я тебе, ну, данный двухлетнего десятого не справлюсь, ты не справлюсь, поверь мне, справлюсь, справлюсь, и любой мужчина справится. Просто я тебе сразу скажу, давай я тебе так скажу, что мужчина, которого изначально не допускают до ребенка, он потом боится его даже в руки брать, потому что, ну, ну, вообще он такой маленький, что на самом деле аж страшно. Ну вот и все, ни хер выпендриваться. Но, но, поверь мне, поверь мне, когда вот, почему вот, когда ребенок только, только родился, там, на живот маме кладут, там все, 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 они уже вместе, понимаешь? Папиной майкой обтирают момент. Ну, я говорю про то, что когда, когда папа, вот, к ребенку тоже самое будет, ну, самого маленького, вот это все, он, у него тоже самое что-то происходит, у него в организме, это в человеке, вот что он, он все, он уже все, он уже становится этой мамой, понимаешь? Не надо думать так, что вот... В мужчинах тоже присутствует окситоцин, который имеет свойство вырабатываться на тактильность с малышами, с детьми, с женщинами, со всем тем, что вызывает у него хорошие и позитивные чувства. Это есть, но это не говорит далеко о том, что у тебя этот окситоцин будет вырабатываться в момент, когда он обосрался, обливался, орет, у тебя каша нахуй убежала, и ты в этот момент наступил на скользкую игрушку, условно говорю, в этот момент окситоцин не будет. Короче, что я хочу, какую мысль сказать, что мужчина справится с ребенком, поверь мне, справится, не надо их недооценивать в этой области. Нормально они справляются и с маленькими ребенками, это детьми, которые вот плачут и тому подобное, и могут успокоить, и, так сказать, донести нужную мысль, что баловаться не надо, унипулировать не надо. Более того, мне кажется, что вот дети больше слушают именно мужской голос, мужское мнение, что вот, ну, как ты говоришь, что можно идти там под сумму, условно говоря, и ребенок упал в истерике, хочу игрушку, хочу вот это все. Ну, не знаю, я решаю как-то эти вопросы просто, как бы, ну... понимаешь, это те самые индивидуальные случаи, о которых ты говоришь, это как вот эту женщину там примут, я не знаю, на ледокол, блядь, работать, так же и мужчина, который будет справляться с пеленками, с памперсами. Ну, это очень-очень индивидуальные редкие случаи. Если же мы не говорим о реально, в буквальном смысле, ты говоришь, я могу, я могу, ну, наверное, потому что в силу того, что у тебя была семья, там, одна, вторая, были дети маленькие, был этот самый опыт неизбежный, да, где тебя вовлекали в эти все процессы и ты знаешь, но бывает и по-другому. Бывает по-разному. Бывает по-разному и поэтому нельзя применять шаблоны к мужчинам и к женщинам. Бывает женщины, которые, условно говоря, и пеленки не меняют и тому подобное, и голодных детей оставляют, и там мусорные баки выкидывают и так далее. То есть не будем как бы говорить о всех именно вот этими шаблонами. Всякое бывает. Но я тебе могу просто сказать, что нет таких больших различий в плане отношения к детям, как между мужчиной и женщиной. То есть и там бывают крайности, и там бывают крайности. Но в среднем, в целом мужчина справится с этой нелегкой задачей. Справится. Не каждый. Ну, не каждый. Ну, не каждая женщина справится. Ну, не каждая женщина. Ну, опять-таки, обрати внимание, ты же всегда приводишь на примеры в своем деле, в своих этих делах, которые показывают тебе визуально, как оно обстоит на самом деле, с кем оставляют детей, по какой причине. Хорошо. Приведи мотивы, по которым мужчина не справится с ребенком. Ну, конкретные мотивы. Просто-напросто ваша физиология, ваша нервная система не заточена терпеть то, что может не терпеть, а вынести тот и мотив. Да, это твои догмы, поверь мне. Мы, если вас терпим, вас, женщин, терпим, у нас железные нервы. Вот нашей нервной системе нужно позавидовать, потому что мы менее эмоциональны в отношении с вами. Понимаете? То есть, это не аргумент, что мы не выдержим. Поверь, выдержим. Скажи, это женщина, которая каждая в третье живет с абьюзером, который ее пиздит, потому что он не может эмоционально вывести, потому что он у него нет эмоционального интеллекта. И тоже мы говорим тогда об индивидуальных случаях. А ты всех под одну гребенку вот прям. Все у тебя либо так, либо так. Слушай, вот я слышу доводы женщины о мужчинах. У них только три довода. Значит, бьет, пьет, что-то еще. А, и бабки не зарабатывает. Бьет, пьет, изменяет. А, да, изменяет. еще там, когда четвертая, можно денег мало приносит. Но вот три основное. Три основное. Бьет, пьет и изменяет. И самое интересное, они вот эти все три довода говорят, в судах, где угодно, даже в тех случаях, когда этого в принципе нету. Человек трезвый, не пьет, семьянин никому не изменяет, но им все равно эти шаблоны клеят. Ну а зачем я буду на своего мужчину говорить эти факты, которых нет и не было в нашей семейной жизни? Это вопрос к вам, к вам вопрос, зачем? А почему не ко мне? Я же за себя отвечаю, я же не могу за всех, блядь, ответить, женщин мира. Так же, как и ты, говоря о том, что мы мужчины, мы справимся с детьми. Да не справитесь вы, блядь, все не справятся, кто-то вот индивидуально справится. Знаешь, вот что прикол, вот тебя смотрит твоя аудитория, вот это мужское движение, МД, вот будет опять фрейд в сторону меня, ни одна, блядь, баба не посмотрит, потому что у тебя аудитории бабской нет. У меня, кстати, тоже почему-то, блин, нет, я хочу, чтобы не смотрели все-таки девушки, женщины. И вот то, что я говорю, это просто звон какой-то, то есть никто даже не обратит внимания и, ну вот, к этому я говорю, потому что тут бессмысленно у меня даже жопу бывает что-то говорить. Я просто привела пару аргументов, пару, блядь, просто сухих тебе фактов, которые есть, это быт, от этого никуда не убежишь, то это сложно, это действительно морально сложно, поэтому эту участь творец выдал именно на женскую долю, а не на мужскую. И у каждого есть своя роль, свое предназначение. И вот ты тоже, ну вот так говоришь, я там, мужа ненавистник. Нет, конечно, я уважаю мужчин. Я тебе вчера написала, что я делю мужчин на две категории, которых я не уважаю, которых я уважаю, их есть за что уважать. И там нет тех мужчин, которые, в списке которых я уважаю, которые, ебать, умеют памперс менять. Ну, типа, это не... Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, мужчина справится со своими бытовыми условиями содержания самого себя? Постирать, кушать, приготовить, ну что там, убраться и так далее. Вообще, он способен на это? Или это только женщина может сделать? Те, кто живут с мамкой, которых мамка не выпиздила после достижения совершеннолетия, те вряд ли. У них будут сложности. Они себе девушек чаще всего находят и идут с ними сожительство, которое будет пухарить, стирать и все остальное делать. А мужчины, которые пожили, добились чего-то в этой жизни самостоятельно, конечно, у них вопроса не станет, что им нужна девушка исключительно для цели стирать, убирать и прочее. Им девушка для любви нужна. Хорошо. Ну вот смотри, я так понимаю, что человек, который живет, неважно, один, не один, там в семье, он живет в каких-то условиях, в которых он привык жить и его все устраивает. Вот я просто знаю, что вот есть, допустим, ну свинюшки, да, а есть которые пентатисты или как их там назвать, которые до, вот я не знаю, до болезни, которые ходят каждый день протирают пылюку. И вот они прямо вот к чистоте помешаны, просто вот у них там фобия какая-то. А есть которые, знаешь, кажется, вот так вот. Для них это не имеет значения, условно говоря, где и как носки валяются. Ну да. Так вот все-таки, мне кажется, это от человека зависит, что его устраивает и как он живет. И все-таки не надо говорить о том, что вот этот человек должен жить так-то, этот должен жить так-то, этот справится с этим, этот не справится. Просто я понимаю, что в любом случае, если человека бросить в прорубь, он поплывет, он будет пытаться выжить, не утонуть и тому подобное. Так вот, этот мужчина, у которого на руках останется ребенок, там, малолетний, какой угодно, он будет пытаться выжить. Да, у него там нету сиськи, условно говоря, но он решит этот вопрос как-то, где-то деньгами, где-то он нянечку наймет, там, условно говоря, еще что-то сделает. Но нет нерешаемых проблем. Согласитесь. Работать когда-нибудь. Вот я говорю, брось человека в воду, да, и говорит, плыви. Он не умеет плавать, он научится плавать. Он найдет и работу. Это не безысходность. Это не так, что ему швыронули дитя, и он не знает, что делать. Мужчина не будет, мне кажется, адекватный мужчина не будет требовать ребенка себе, когда у него нет абсолютно ничего, который понимает, что он дать этому ребенку по факту ничего не может. Ну, что за бред? Ну, типа, это вообще не то сравнение. Он знает, что у него есть мать его, которая поможет. Элементарно, у него должна быть работа, куда он ходит каждый день и вообще уделяет этому достаточное количество времени. Какая-то няня. Ну, то есть, там не будет ситуации, где он ебать, не знает, что ему делать. Это подготовленная, должна быть подготовленная почва. Если тебе, ну, я могу привести пример. Я думаю, человек знает, я даже в судебном заседании участвовал, у меня даже ролик есть, но там дело закончилось тем, что я как бы потом не стал участвовать, потому что там вопрос разрешился кое-как, но понятно, для меня было на тот момент очевидно, как, и так оно в итоге и произошло. Ко мне обратился парень. Молодая семья, девушка недавно родила, все, и вот, как бы, она подала на развод. С малолетним ребенком годика еще нету. Естественно, началась вот эта дележка. Дележка ребенка, манипуляции, все остальное. Получилось как, что папа забрал ребенка и держал у себя. почему так получилось, потому что он пришел к ней домой, ну, посмотреть вообще, как дела, и обнаружил, что дома ребенок один, малолетний, с двумя другими постарше детьми, а мама в это время на работе находится. Ну, соответственно, он ей позвонил, сообщил, как бы, что за фигня такая, ну, понятно, что там, короче, так делать, детям оставлять, но мало ли, что с ребенком случится, подавится, там, поперхнется, и тому подобное. Взрослый человек должен находиться в данной ситуации. Как минимум, ты могла отдать этого ребенка, там, папе, там, ну, короче, решить этот вопрос. Но он, естественно, забрал и вез его домой. Все, дальше он со мной консультировался. Так вот, она все равно приехала, там, устраивала скандалы, истерики, там, я ему все описал, как все будет, как бы, не ломайся, не открывай дверь, и тому подобное. Понятно, что он сломался. Психологически сломался, открыл дверь, там, все там, сотрудников полиции вызывали, и все остальное. Вот я сейчас тоже мысль потерял, что я хотел сказать, к чему я эту историю рассказывал. Ну, девица пришла за своим ребенком. А, к тому, к тому, что, к тому, что он справился, он и купил пеленки, и, и все, все, он нормально, у него все, и кормил, и все нормально, и бутылочки, он нормально справлялся. И она, почувствовав вот эту ситуацию, что он, блядь, он справляется, она думала, ну и хер с ним забери, ты сейчас ко мне прибежишь через день, скажешь, забери ребенка, все остальное. А этого не произошло. И ребенок был у него, он его кормил, ухаживал, ну, все остальное. Более того, он на работе договорился, все, он взял отпуск, и так далее. Более того, он, в итоге, заключил даже договор с няней, он нашел няню, которая бы, ну, так же присматривал, чтобы ему работу продолжить там все. То есть, он начал решать проблемы. Нет нерешаемых проблем. Ну, чем все закончилось? Бросавчик, хорош, хорошо поступил, все правильно сделал, все четко. Так, любой мужчина так сделает. Да, он там пытался судиться. Ну, понятно, что он все это дело проиграл. Ну, там он уже дальше судился без меня, как бы, я уже не знаю, чем там это все закончилось. Вот, ну, смысл, что он... не любой захочет организовать это дело на работе, не каждому, возможно, не каждый может позволить няню и прочее, поехать накупить пеленок. Нет, творчески подошел человек, с... Да почему? Ну, как же так? Ну, не может такого быть. Понимаешь, ну, если я люблю своего ребенка, ну, как я буду делать это? Ну, в смысле, я не понимаю... Забирай своих детей, в чем же дело? Я же про это и говорю, что да, и ты про это говоришь. Мы об одном и том же говорим, но будто на разных языках. Что значит забирай, что значит своих детей? Я не могу забрать. Это не мои дети. Я же на этом обращаю внимание. Мы же изначально начали разговор, что это не мои дети, они от меня. Они от меня, но они не мои. Я не могу ими распоряжаться никак. Максимум я могу подать в суд о том, чтобы суд утвердил график моего общения. Стать воскресным папой. Все. Максимум. Приезжать с подарками, быть хорошим в глазах, снабженцем. Все. Максимум. Ты адекватный отец, который понимает, что у него есть ребенок, о котором ты так же обязан, как и его мама, равноправно заботиться. Ребенок никуда ваш не девается. Он такой же. Ну, ты так говоришь. Заботиться ребенке должен тот родитель, с которым он живет. Тот родитель, который взял на себя ответственность, оставив ребенка у себя. Ну, человек, который в таком случае отказывается от своего ребенка, папа, да, вот, со стороны мужчины, если мы говорим, то я бы такого мужчины лишила родительских прав. Он прав. За что? Я не отказываюсь. Ради Бога. Ребенка можно привести мне. Я буду там, допустим, условно говоря, ребенок живет месяц там с одним родителем, месяц с другим, или там, как угодно, любой график может быть. Почему? Но это не означает, что пока ребенок будет жить со мной, я буду продолжать платить кому-то там элементы и тому подобное. Ну, так получается. Кому я плачу элементы? Я плачу элементы не ребенку, поверь мне. Я плачу элементы женщины. На ее счет перечислить. Вот таких, как вы называют потом и рогатыми, и какими только не называют, лохами, оленями, или как это, блядь, у вас там принято в вашем кругу мужчин. Ну, в смысле, как, блин, почему так происходит? Вы же должны понимать, если на то пошло, ты понимаешь, что ему нужно, его потребности. Опять-таки, оговори все с ней. Если у него там зимняя куртка, условно, я не знаю, комбинезон, сапожки, что там еще нужно купить? Возможно, питание ему нужно на недельку вперед купить. Вы это все оговариваете, идете, покупаете, чтобы не было такого, что, извините, ты деньги даешь, она, блядь, себе там, я не знаю, айфон купила через месяц. Такого не должно быть и со стороны девушки, женщины, да, и со стороны мужчины. Опять-таки, все сводится к тому, что если мы оба, то есть, стремление должно быть обеих сторон к нормальному, конструктивному договору. У вас есть ребенок, все свои, блядь, интимные отношения, вы выяснили, и больше никакого права не имейте их выяснять. Вам это обоим должно быть уже не нужно и неинтересно. Все, есть только ребенок. Строго по ребенку, общение по ребенку. Соответственно, и решайте, что, как и где. Если бы, не дай бог, это случилось в моей семье, ради бога, неделю со мной, неделю с тобой, блядь. Я уверена, мой мужчина бы точно справился. Это тот редкий эксклюзив, которому бы я не испугалась бы доверить своего собственного ребенка, потому что все там, все хорошо, я уверена. Вот. А другой момент, где женщины по каким-то причинам не уверены в своей второй половине, бывшей, они знают заведомо, что он не справится, и поэтому им проще говорить, что, мол, все, ты мне плати определенную сумму, алименты, и, значит, как бы по договоренности, да, по суду, или сколько там они решают видеться с ребенком. Но, опять-таки, там даже таких диалогов, я уверена, не происходит. Там все только через, наверное, представителей, потому что люди зачастую, которые, у которых есть вот эти вот решения, где дети только по определенному времени могут видеться, отец с ребенком, то это уже какой-то неадекват идет, я так считаю. И там уже точно не смогли договориться. Если бы, блядь, не смогли договориться, кто и какое время, сколько, с кем проводят, то это, ну, пиздец. В первую очередь, для ребенка, к сожалению. Поэтому обо всем нужно договариваться, понимать, что вы теперь отныне родители, вы оба несете ответственность, и здесь уже все делить поровну. И, блин, я в эти моменты хочу призвать мамок, чтобы они тоже немножко могли расслабиться, довериться ситуации, и из себя какой-то тот же плюс извлечь. Да, дай-то, блядь, ему, пускай в неделю поедется с ним, посмотри, что такое маленькие дети. Ну, опять-таки, как показывает общепринятая практика, когда такое происходит, когда мамаши все-таки говорят, ну, надо, хорошо, забирай, они потом просто притаскивают для детей обратно, и как бы все это утихомируется. В принципе, когда эмоции между людьми охлаждаются, вот эта вот все, буря страсти прошла, разбой прошел, годик-полтора, никакой дележки нет, все, что можно было поделили, дитя распределили, что как, так происходит, что мужчина, он отстраняется, все, он удаляется, ему больше не надо, у него уже нет, ему уже нечего делить, доказано все, что могло быть уже доказано, и там уже, как бы, и папа ему только его можем назвать, а по факту там ни начислений никаких нет, ни позвонить, ни поинтересоваться, ну, растет себе ребенок, и пускай растет, вот как все говорят, у меня есть знакомый, который говорит, ну, вот будет ему 16, я ему все объясню, кто есть кто, кто был говно, кто все разрушил, развалил, как ты говоришь, и тогда-то он все поймет, а то, что сейчас дитя воспитывается в абсолютно новой семье, она вышла замуж, молодец, девчонка, абсолютно все вопросы закрыты, ребенка воспитывает, уже не могу назвать, что он посторонний человек, да, биологически он ему посторонний, но он абсолютно... Вот отдельная семья, пускай воспитывает, все прекрасно, нормально, причем здесь, причем здесь папа, от которого был ребенок, причем он здесь, дайте ему нормально, спокойно жить, строить свою семью, рожать других детей, у каждого мужчины, может быть, тысячу детей, нету у него ребенка, нету у него семьи, нету ребенка, я с этого момента сказал, самое начало, начало чего мы начали говорить, нету у него ребенка, нету, не надо иллюзии вешать, не надо вводить в заблуждение, у тебя есть ребенок, это ответственность двоих, мы же говорили это, нету этого, давай вернемся, Анастасия, давай вернемся к самому первому, чего мы начали, что мужчина не решает, будет ребенок или нет, мужчина не отвечает за контрацепцию женщины, он не отвечает за то, что забеременела она или нет, он субъект, даже не субъект, а объект сперматозоид, условно говоря, который используется для оплодотворения, да, у них могут быть какие-то взаимоотношения, путем получения удовольствия, обоюдное, от какого-то там соития, секса, кому как угодно, вопрос о том, что мужчина, когда живет в семье, вроде как ребенок его, он вкладывается в воспитание, деньгами и тому подобное, но как только семья рушится, как только женщина принимает решение и забирает ребенка, отмечу, забирает, потому что вопрос о ребенке решается в судебном порядке, суд не разведет семью, если не будет решен вопрос о ребенке, это обязательный вопрос, который подлежит рассмотрению, естественно, суд присуждает, что ребенок будет жить с матерью, все с этого момента ребенка передали другому человеку, другой половине, женщине, он, мужчина, не перебивай, мужчина потерял, потерял, нет у него это, можешь называть это ребенок, можешь называть это, условно говоря, имущество, понятно, в кавычках, он потерял, и он еще пытается платить потом по жизни, за то, что он потерял, это абсурд, это аномалия, это ему должна женщина платить, за то, что она отобрала у него ребенка, потому что если ты говоришь, что это его ребенок тогда плати компенсацию а если ты говоришь, что это мой ребенок тогда какая нахрен тебе компенсация какие-то элементы и тому подобное ты взяла на себя ответственность ты разрушила брак, ты неси дальше ответственность по содержанию ребенка по воспитанию, строй свою семью не надо ломать семью которая может быть у этого мужчины он может также повторно жениться еще нарожать очень много детей очень много детей так же можно и считать своими так же вкладываться и так далее вот о чем я говорю ну вот скажи мне теперь пожалуйста о какой семье идет речь если семьей мы не можем назвать ту ячейку общества где мужчина уже неоднократно применял насильственные действия по отношению к своей женщине и изменял ей о какой семье тут идет речь там семьи нет, там девушка ну ты резко перекинулась на другую другую тему смотри, я понял ты ни с того ни с сего говоришь про другую тему хорошо, я тебе могу и про эту тему сказать про насилие и тому подобное еще раз обращаю внимание потому что ей, извините, цветы живые приносили и все у нее полно чаши счастья было и все хорошо с чего бы ей вдруг уходить если только бзык не случился как я привела тебе первый пример не случилась любовь неземная ну это редкость, это вообще, не знаю, один процент это не редко, это, как правило, так оно и есть у женщины наступает какой-то гормональный бзык там или еще что-то как ты говоришь ну не любит она уже своего мужчину ну разлюбила как говорится, пошла скакать по каким-то буграм ну это один процент да это, нет, это большинство большинство и большинство вот этих женщин которые уходят от своего мужчины они потом жалеют об этом жалеют ну их гордость не позволяет вернуться и так далее мне совершенно другие персонажи попадались у меня в окружении абсолютно девчонки и женщины которые безумно ценят своих мужчин свои семьи и там присутствуют все самые традиционные ценности и там как бы все адекватно и нормально я тебе просто привела банальный пример что недалеко не каждая женщина которая позволила себе полюбить другого человека покинуть семью это шебешница которая скачет извините, по членам это, ну это тоже это неправильно понимаешь, потому что ты тоже вы мужчины вы тоже не люблю вот полигамия там, не полигамия все мы одинаковые ну как принято да, опять-таки почему-то говоришь что мужчины более полигамны вы же тоже смотрите по сторонам вон юбка кто-то, блядь, коротко сверканул все, глаза загорелись и побежал понимаешь у вас же вы же тоже от этого не застрахованные мужчины ну только вы по-скотски поступаете вы гульнули и вернулись обратно молочницу своей женщины принесли или еще дай боже какую-нибудь инфекцию а женщина если влюбилась она думает мозгом она сердцем уходит и душой нахуй все, пока сжигает мосты а у вас не так и только поэтому все пути ведут к тому что вот на таком уровне законодательном построена у нас система где ребенка оставят с женщиной смотри давай скажи что-нибудь супер разрушающая все какие-то мои мини-аргументы и давай закругляться у меня уже хорошо да, да давай давай подытожим давай подытожим не буду отвлекаться новую тему развивать давай все-таки подведем наш разговор который был значит мой тезис был следующий что ребенок который живет не в семье то есть не с папой он ему уже не принадлежит он в принципе ему не принадлежал и до рождения и после рождения и после развода то есть это ребенок от конкретного мужчины это не собственность этого мужчины у нас так построено законодательство и вообще отношения так построены что ребенок всегда принадлежал женщине мужчина всегда был ресурсом и это был способ для того чтобы росло потомство мужчины это расходный мужчины это расходный материал как ни крути женщины это там природой законодательством устоями сделаны таким образом что всегда оставлять детей будут с женщинами и поэтому нужно все-таки понимать что в данном случае мужчина просто платит некий ресурс в виде элементов там еще как-то на жену на ребенка там и тому подобное для того чтобы создать вот эти условия для вот этого скажем так развития общества в плане выращивания детей но это просто такая система это далеко не означает что вот этот ребенок принадлежит мужчину мужчине никогда этот ребенок мужчине не принадлежал и не будет никогда принадлежать и многие мужчины понимают это и начинают строить свою жизнь заново там ну создают новую семью и так далее и не лезут уже в чужую семью да где ребенок от него это к сожалению уже не его ребенок они понимают это да как ты правильно сказала может быть со временем они будут общаться когда ребенок вырастет и тому подобное я считаю что это правильно я считаю что женщина которая взяла на себя инициативу и ушла из семьи со своим ребенком забрала его себе не оставила его мужчине она должна нести ответственность в том числе и материальную материальную потому что она уходит не куда-то не в пустоту она уходит к другому мужчине к другому снабженцу и так далее выбирает выбирает ну не всегда но в большинстве она выбирает некую скажем так некую ситуацию которая по ее мнению лучше потому что женщина как изначально я говорил это существо которое именно создан для того чтобы вырастить поколение она же никому не нужна по твоему мнению что не нужна она же с прицепом она же никому не нужна по твоему мнению нет я тебе могу так сказать что женщины нужны и с прицепами и как угодно вопрос только для чего я тебе могу сказать для чего мне нужны женщины с прицепом да хоть с чем хоть с паровозом хоть я не знаю там мне женщину нужны только для одного я думаю не стоит говорить или может стоит говорить для чего мне нужны женщины я поняла ну а а для чего мне нужны женщины мне не нужна кухарка Мне не нужна няня Мне не нужна там уборщица Зачем мне это все? Слишком дорогое удовольствие Содержать такую женщину За такие Дешевые услуги Которые я могу либо сам сделать Либо заказать за отдельные деньги А ты рыночную цену вообще суммировал? Вот это вот все? Я сейчас не оцену на него девушек как рабы Я реально хочу задать тебе вопрос Ты вообще суммировал это все? Я понимаю, что ты этим занимаешься самостоятельно Учитывая опять-таки Если тебе сейчас дать ребенка Ты же не сможешь это делать Почему не смогу? У меня свободный график Я занимаюсь чем хочу У меня такая работа Которая вообще я не привязан По большому счету к чему-то капитальному Не надо каждое утро вставать И во столько-то часов идти на работу У меня нет этого дела Я могу себе позволить Ты молодец, искренне Но вот эти МДшники Которые я сейчас нарежу Ты будут комментарии писать Ты понимаешь, что у них ЗП даже не 50 тысяч рублей? Да это неважно Смотри, я тебе так открою секрет Денег никогда не бывает достаточно Особенно для женщин Не имеет значения, сколько ты зарабатываешь Потому что все только упирается в потребности Вот кому-то, условно говоря Комфорт Комфорт, да Ну то есть вот мужчины Они по своему принципу аскетичны То есть они неприхотливы Вот в этом отношении Есть мужчины, которых устраивает Ну небольшая сумма денег Потому что им достаточно этого Но они не имеют права после этого пиздеть на девушек Которые хотят комфорта большего Чем устраивают их самих Справедливо? Мужчины рассуждают следующим образом По крайней мере я так рассуждаю Что везде должна быть разумность Понятно, можно заплатить там, условно говоря За отдых 100 тысяч А можно и заплатить и миллион Правильно? Ну там в зависимости от отелей И там и там хорошо Просто есть услуги, товары и тому подобное Которые может быть на чуть-чуть больше Скажем так, на чуть-чуть лучше Но стоят на порядок Либо на порядке дороже То есть несоизмеримое это все То есть это понты Это понты Это выпендриться там Это понты? Это понты? Скажи, это понты? Вот это понты? Вот это понты, блядь Вот я не понимаю Просто тут тоже Ну о чем речь О том, что я не хочу Ну я понимаю Ты не хочешь переплачивать Условно ты купишь какой-нибудь майонез За 30 рублей Нежели Не, ну я не на таком уровне говорю Я не говорю Я понял, я понял Нет, ну ни в коем случае На жрачки На здоровье экономить нельзя Да Но Я говорю про вот эту маленькую составляющую Ну условно говоря Я не знаю Там я не приводил Не приводил Где-то я такой говорил Ну идешь ты покупаешь Ту же самую куртку Только вот в другом магазине Та же самая Все то же самое Но только там за 100 тысяч А здесь за 10 тысяч Понимаешь? Это понты Только потом Чтобы красануться И сказать Вот у меня чек Понимаешь? Почему женщины В большинстве своем Сохраняют Вот эти чеки Для них не важно Что конкретно Они купили Качество товара И тому подобное Им важно За какую цену Чтобы показать Своим подружкам Зачем вот эти вот Не знаю Там Селфи Там где-то там На фоне там Чего-то И тому подобное Чтобы просто показать Я хвастаюсь Своим девчонкам Когда купила По скидосу Охеренную вещь Я ее за копейки Купила Я этим схвастаюсь Потому что я урвала Я урвала Посмотрите Бляй Какую я классную вещь Урвала По дешевке Ну а некоторые Наоборот Наоборот Смотрите Ебать Я купила Смотри Некоторые делают Вот так вот Вот как ты сейчас сказала Да По дешевке купила Но потом берут Какой-то чек Или там еще что-то Или там монтаж Все чики-пуки И показывают Вот я купила Вот за такую-то Лабутен Условно говоря Детский сад Ну это же детский сад Ну я говорю как раз Об этом Что многим людям Достаточно Того уровня Который у них есть Я понимаю Что есть люди Ну относительно больные Которые не могут успокоиться Вот им надо Надо У них миллионы долларов Но они все равно Там копают Копают Там Билл Гейст Там тыры-пыры Майкрософт Да Они зарабатывают Большие деньги Но они этим занимаются Не от того Что им нужны Эти деньги От того Что просто Они такие Их устраивают Это образ Их жизни Чего-то постоянно Достигать Совершенствоваться Об этих людях Людях Говорить только Как о людях Которые несут Очень большую миссию В этом мире В этом мире Даже не в своем городе Не в своей стране У них там Великие цели Поглощение всего мира И они ходят В обносках По 10 лет В одном и том же Кардигане Я об этом и говорю Я об этом и говорю Что Мужчина По большому счету Не нуждается В каком-то там Особом Богатстве И тому подобное Ему это просто Не нужно Ну вот он Когда едет Ландкрузер А он на своей ладе Он всегда смотрит На ландкрузер И говорит Вот гантон Блядь Да нет такого Нету такого Нет Ну может быть Может быть Какие-то Неполноценные Там мужчины Которые с маленьким Услом Членом Покупают Эти джип И тому подобное Может быть У них есть Такие проблемы Но по большому счету Мужчине Нужен этот автомобиль Как средство Передвижения А не там Какой-то Статус Для того Чтобы кому-то Что-то доказать Кому и что доказывать Лишь бы эта машина Была комфортной И не ломалась Потому что Есть кто Те кто нам пишет Комментарии Они чаще всего Я уверена Ездят на маршрутке Просто-напросто У них даже Вот это Как знаешь На машинах пишет Зато не пешком Вот Ну а что плохого В маршрутке На самом деле Что плохого Слушай Ну я бы сейчас Не завязала Отношение С мужчиной Потому что У тебя Отношение К мужчинам Как к человеку Который Потенциально Может принести Тиме материальную Выгоду И когда ты Видишь человека Который едет На маршрутке Я буду ехать Я буду ехать С ним Трястись В маршрутке Мне это не надо Извините А как же любовь А как же любовь Анастасия А как же любовь Все я сяду Все я доеду Все это круто Но мужчину Конечно Я не смогу В нем видеть Успех Я не смогу В нем Видеть Его реализацию Точнее Я увижу В нем Его реализацию Его реализация Будет передвижение На маршрутке Это будет О многом Говорить О многом Говорить И то что он Будет Мне Говорить Предлагать мне Свою душу И любовь Отнюдь Нет Анастасия Что для тебя Любовь Вот опиши Твое личное Понимание Что такое Любовь Если тебе интересно Я опишу Что такое Для меня Любовь Что для тебя Любовь Недавно Сейчас Секунду Недавно С подружкой Вспоминали Молодость Мне было 16 Это пиздец Что за Любовь Я там Пацана Добивалась По школе Он мне нравился У него девушка Была Я за ним Гонялась Господи Я естественно Не говорила Что мне нравится Я через его друга Приседала на ухо Другу Говорила Ты ему скажи Мне нравится Сделай что-нибудь И вот это полгода Моих добиваний Я добилась своего Он бросил свою девушку Он обратил на меня Внимание И мы встречались Я вообще В посёлке жила До 17 лет И вот он приходил Ко мне Вот С этого Скажи Со школы Меня провожал Даже за руку Не ходили Вот просто Он даже Блядь портфель Не носил Он просто шёл В двух метрах От меня Я иду Всё У меня просто 33 пота Меня провожают Он на два Класса Меня старше Денис Денис Я вот это Иду Порхаю Всё Пришли Посидели На лавочке Пообщались Что-то там Щёчку Поцеловались Зашли СМС Тогда ни ватсапов Не было Ничего СМС Я получил Я тебя Люблю Я ему Пишу Я тебя Люблю Это такая Любовь Блядь Была А потом Когда этот Период Дискотек Начался Страсти Мордасти Интрижки Я не знаю Было у вас Такое На дискотеках Знаешь Музыка Прерывается А следующая Композиция Посвящается То-то То-то Я помню Мне постоянно Посвящали Эти медлики Любовь Была Господи Мы когда Расстались Кстати я его Бросила Я сильно Не страдала Но был момент Когда я страдала Это еще была Такая Чуть-чуть Неразделенная Любовь А когда Он мне уже Нахуй не нужен Был Я уже добилась Всего Он стал Неинтересен Он страдал Он там Пипец Он и к матери Моей приходил И что-то там Это Под калиткой Стояла Я все Вот это Любовь была Вот это Вот пиздец А сейчас Мне 28 лет Будет Вот 20 декабря Это тоже Любовь Но это Другая Любовь Она ничем Не хуже Той любви В 16 лет Она уже Взрослая Она уже Пошлая Она уже Где-то Где-то Да Меркантильная Но она Есть Она есть Поверь мне И там Ничем Не меньше Эти чувства Эти переживания Эти страдания Пиздестрадания Все это Присутствует Вот так Я соизмеряю Любовь И во всех возрастах Она есть И прежде всего Любовь это эмоции И вот так вот То есть для тебя Любовь это Ну эмоции 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 Если мне пиздец Крыша рвет Ненавижу Люблю Все это Любовь То есть Другими словами Человек Который Вызывает В тебе Любые Эмоции Положительные Неположительные Это Любовь Ну Скажем Да Да Ну нет Такого Что он вызывает Во мне Только гнев Конечно Нет Ну понятно От любви до ненависти Один шаг Это все понятно То есть Чем больше у тебя Скажем так Гормонального Вот этого стресса Чем ты не мог Чем Чем Менее Менее Плоская Этот график Вот эта Линия жизни Да Чем больше Вот это Синесоида Туда сюда Качели Условно говоря Тем Тем ты кайфуешь Тем я чувствую жизнь Да Вот в этом то и сути заключается Что А мужчина Мужчина По своей натуре Любит вот эту вот полосу Вот эта Стабильность Стабильность Не Не все Я нашла вот такого же Ну Это ты просто его Под это дело подгоняешь Как говорится Стимулируешь Чтобы он Булки не расслаблял Любой мужчина По большому счету Хочет вот эту Достичь стабильность Домашний уют Очаг Детки там бегают Там Пузатенькие 50 лет Вот когда нам будет 50 лет Тогда тише загладь А сейчас то что Еще вон Пожалуйста Порох Ну понятно Я тебе вот об этом и говорю Что просто Менталитет Психология Разный Абсолютно разный Просто два полюса Мужчина и женщина Они настолько разные Им разное нужно И вот когда мужчина Вроде казалось бы Успокоился Наконец-то Нашел эту женщину Влюбился Все Расслабился А бац И в этот момент Его начинают Разлюбливать Потому что Он сел На диван ровно И он Кайфует От жизни Он получает От этого удовольствие А вы Женщина Уже от этого Не получаете Вам нужны Качели Страсти Санта-Барбара Нужна В этом В этом-то И проблема Почему Вы любите Подонков Почему Вы любите Подонков И тому подобное Потому что Они устраивают Вот эти вот Качели Эмоциональные Нет Ну не все Любят Подонков Я тоже Ты сейчас И говоришь О том Что у меня Пиздец Какой-то В личной жизни Нет Все В пределах Адекватности Просто Я про эмоции Для меня Люди Без эмоций Вот такие В буквальном смысле Для меня Эмоциональные Патенты Мне не интересны Такие люди Я вообще Ну вообще Никак не привлекательна У меня есть В окружении Такие люди Это не интересно Ни в каком смысле Не интересно Вот И тоже Далеко применительно Это не ко всем Есть такие вот Люди Просто характер Такой склад Да Воспитание Вот У них все Вот так вот Стабильно Штиль И соответственно Такой же партнер им нужен Но опять-таки Ни к чему-то хорошему Вы не придете Потому что В любом случае Стряска Нужна Динамика в отношениях Нужна Хотя бы от одного партнера Вот Поэтому чаще всего Говорят Что противоположности Притягиваются И тогда Это идеальный Тандем Анастасия Предлагаю тебе Зафиналить Потому что я пытался Зафиналить У нас пошел разговор дальше Подводи итог Хочу И уважаемые МДшники Которые будут Смотреть это видео И писать Гневные комментарии В мой адрес Я хочу сказать Что помимо Конституции Российской Федерации Есть еще Масса Очень Интересных Книг Вы постоянно Там советуете Мне что-то прочесть Блять Кого-то посмотреть Я буду делать То что я буду делать Владимир Будет делать То же самое Вот А вы дальше Ездите на своих Маршрутках Анастасия Спасибо за разговор Смонтирую ролик Соответственно Я тебе тоже По ссылочке сброшу Ну во-первых Я тебе вот этот стрим Сброшу По ссылочке Сейчас посмотришь Может быть Какие-то советы Дашь Где что как нарезать И соответственно Доверяюсь тебе Делай все На свой Ну нам надо В любом случае Как-то формат Немножечко сжать Потому что Ну сама понимаешь Что-то мы с тобой Говорим-говорим И растягивается На полтора часа Практически Ну да Ну как говорится Второй блин Не знаю комом Не комом Я думаю Что каждый раз Будет более продуктивно Более конкретно Более детально Потому что Мы опять ушли В дебри какие-то Начали с одного А в итоге Закончили другим Я хотела Душевного разговора Я думаю Он получился Ну слава богу Да В следующий раз Меня предупреждай Я может быть Эту бутылочку пива Тоже возьму Да Да Будет у нас Такой будет Ланька Ну все Давай удачи Давай пока Хорошо Да Всем-всем Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...